книга открытым оком тема праздники том 26 вопрос 3843 чтобы свести на нет языческие праздники в народе церковь якобы установила на те дни свои церковные если это так то была ли в том польза не победила ли язычество христианские верования праздники своим разгольным празднованием как широкая масленица отвечает игнатий тихонович лапкин вы сами и ответили на свой вопрос много такого видится и никак не могло языческое уничтожено быть не менее языческим в христианстве победа только во христе как своем спасителе пока человек не примет христа своим искупителем до тех пор все бесполезно в рождество все немного волхвы в продовольственных слякоти давка из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка грудой свертков навьюченный люд каждый сам себе царь и верблюд сетки сумки авоськи кульки шапки галстуки сбитый набок запах водки хвои и трески мандаринов корицы и яблок хаос лиц и не видно тропы вифлеем и заснежной крупы и разносчики скромных даров транспорт прыгают ломится в двери исчезают в провалах дворов даже зная что пусто в пещере ни животных не ясли не той над которую нимб золотой пустота но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда знал бы ирод что чем он сильней тем верней неизбежнее чудо постоянство такого родства основной механизм рождества то и празднуют нынче везде что его приближение сдвигая все столы не потребно за звезде пусть еще но уж воля благая в человеках видна издали и костры пастухи разожгли валит снег не дымят но трубят трубы кровель вселиться как пятна и пьет бабы прячут ребят кто грядет никому непонятно мы не знаем примет и сердца мод могут вдруг не признать пришлица но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке и младенца и духа святого ощущаешь в себе без стыда смотришь в небо и видишь звезда 1972 иосиф бродский псалом 105 35 но смешали с язычниками и научились делам их 1 коринфянам 1533 не обманывайтесь худые сообщества развращают добрые нравы 1 коринфянам 56 нечем вам хвалиться разве не знаете что малая закваска квасит все тесто раз в крещенский вечерок девушки гадали за ворота башмачок сняв с ноги бросали снег пололи под окном слушали кормили счетным курицу зерном ярый воск топили в чашу с чистой водой клали перстень золотой серги изумрудны растилали белый плат и на чаше пели влад песенки подблюдны тускло светится луна сумреки тумана молчалива и грустна милая светлана что подруженька с тобой вымолви словечко слушай песни круговой вынь себе колечко пои красавица кузнец скуй мне златы нов венец скуй кольцо златое мне венчаться тем венцом обручаться тем кольцом при святом налое как могу подружки петь милый друг далеко мне судьбина умереть в грусти одинокой год промчался вести нет он ко мне не пишет ах и им лишь красен свет им лишь сердце дышит или не вспомнишь обо мне где в какой-то стороне где твоя обитель я молюсь и слезы лью утоли печаль мою ангел утешитель вот светлится стол накрыт белой пеленою и на том столе стоит зеркало свечою два прибора на столе загадай светлана в чистом зеркало стекле в полночь без обмана ты узнаешь жребий свой стукнет в двери милый твой легкую рукою упадет из дверей запор сядет он за свой прибор ужинать с тобою вот красавица одна к зеркалу садится с тайной робостью она в зеркало глядится темно в зеркале кругом мертвое молчание свечка трепетным огнем чуть льет сияние робос в ней волнует грудь страшно ей назад взглянуть страх туманит очи с треском пыхнул огонек крик крикнул жалобно сверчок вестник полуночи подпершись локотком чуть светлана дышит вот легохонька замком кто-то стукнул слышит робко в зеркало глядит за ее плечами кто-то чудилось блестит яркими глазами занялся от страха дух вдруг в ее влетает слух тёхки тихий легкий шепот я с тобой моя краса укротились небеса твой услышан робот оглянулась милый к ней простирает руки радость свет моих очей не для нас разлуки едем поп уж церкви ждет с дьяконом дьячками хор венчальную песнь поет храм блестит свечами было в ответ умильный взор идут на широкий двор в ворота тесовы у ворот их санки ждут с нетерпенья кони рвут поводы шелковы сели кони с места в раз пышут дым назрями от копыт их поднялась вьюга над санями скачут пусто все вокруг степь в очах светланы на луне туманный круг чуть блестят поляны сердце вещи дрожит робко дева говорит что ты смогнул милый не полсловый и в ответ он глядит на лунный свет бледен и унылый кони мчаться по буграм топчет снег глубокий вот в сторонке божий храм виден одинокий двери вихрь отворил тьма людей во храме яркий свет паникодил тускнет фемиами на середине черный гроб и гласит протяжно поп буди взят могилой пуще девица дрожит кони мимо друг молчит бледен и унылой вдруг метелица кругом снег валит к лаками черный вран свистя крылом вьется над санями ворон каркает печаль кони торопливы чутко смотрят в темную даль подымая гривы брещет в поле огонек виден мирный уголок хижинка под снегом кони борзые быстрей снег взрывая прямо к ней мчаться дружным бегом вот примчались и в миг из очей пропали кони сани и жених будто не бывали одинокая в потьмах брошена от друга страшных девица местах в круг метель и вьюга возвратиться следу нет виденье ей в избушке свет вот перекрестилась в дверь с молитвой стучит дверь шатнулася скрипит тихо растворилась что ж в избушке гроб накрыт белые запоны спаса флик в ногах стоит свечка пред иконой ах светлана что с тобой в чью зашла обитель страшен хижина пустой безответный житель входит с трепетом в слезах пред иконой пала в прах спасу помолилась и с крестом своим в руке пред святыми в уголке робко притаилась все утихло вьюги нет слабо свечка тлится то прольет дрожащий свет то опять затмится все в глубоком мертвом сне страшное молчание чу светлана в тишине легкое журчание вот глядит к ней в уголок белоснежный голубок светлыми глазами тихо вея прилетел к ней на перси тихо сел обнял их крылами смолкла все опять кругом вот светлане мнится что под белым полотном мертвый шевелится сорвался покров мертвец лик мрачнее ночи виден весь на лбу венец затворенные очи вдруг в устах сомкнутых стон силится раздвинуть он руки охладел и что же девица дрожит гибель близко но не спит голубочек белый встрепенулся развернул легкие он крилы к мертвецу на грудь спахнул спорхнул сей лишенной силы простонав заскрежетал страшно он зубами и на деву засверкал грозными очами снова бледность на устах закатившихся глазах смерть изобразилась глядь светлана о творец милый друг ее мертвец ах и пробудилась где ж у зеркала одна посреди светлицы в тонкой занавес окна светит луч единицы шумно мьет крылом петух день встречая пеньем все блестит светланен дух смутен сновидением ах ужасный грозный сон недобро вещает он горькую судьбину тайный мрак грядущих дней что су лишь душе моей радость иль кручину села тяжко ноет грудь под окно светлана из окна широкий путь виден сквозь тумана снег на солнышке блестит пар аллеи тонкий чум в долине вдали пустой гремит колокольчик звонкий на дороге снежный прах мчат как будто на крылах санки кони рьяны ближе вот уж у ворот странный гость крыльцу идет кто жених светланы что же твой светлана сон прорицатель муки друг с тобой все тот же он в опыте разлуки дашь любовь его очах те ж приятны взоры те ж на сладостных устах милы разговоры отворяйшись отворяйся же божий храм вылетите к небесам верные обеты соберитесь стар и мрл и млад сдвинув звонко чаше влад пойте многие леты улыбнись моя краса на мою балладу в ней большие чудеса очень мало складу взором счастливый твоим не хочу и славы слава нас учили дым свет судья лукавый вот баллады толк моей лучший друг нам жизни сей вера в провиденье благ зиждителя закон здесь несчастье лживый сон счастье пробуждение о не зная сих страшных снов ты моя светлана будь создатель ей покров ни печали рана ни минутной грусти тень к ней да не коснется в ней душа как ясный день ах да пронесется мимо бедствие рука как приятные ручейка блеск на лоне луга будь вся жизнь ее светла будь веселость как было дни ее подруга 1808 1812 в жуковский исайя 26 но ты отринул народ твой дом иакова потому что они многое переняли от востока и чародей у них как у филистимлян и сынами чужих они в общении левитом 19 31 не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них я господь бог ваш левитом 26 и если какая душа обратиться к вызывающим мертвых и к волшебникам чтобы блудно ходить вслед их то я обращу лицо мою на ту душу и истреблю ее из народа ее и видел я стемнели небо своды и облака прервали свой полет и времени остановился ход все замерло реки умолкли воды седой туман сошел на берега и наклонив над влагою рога козлы не пили стада на откосах не двигалась пастух поднявший посох оцепенел с простертую рукой взор устремляя ввысь а над рекой над рощей пальм вершина опустивших хоть воздух был бестрепетен и нем повисли птицы на крылах застывших все замерло ждал чутко вифлеем и вдруг в листве проснулся чудный ропот и стая птиц звенящие взвелась и прозвучал копыт веселый топот и водный струй послышал со мне шепот и пастуха вдруг песни раздалась а вдалеке развея сумрак серый как некий крест божественно светла звезда зажглась над вспыхнувшей пещерой где в этот миг мария родила евангелиакова еврея глава 18 1918 в набоков 1 тимофея 4 7 негодных же и бабьих басен отвращайся а упражнять себя в благочестии троица на утро утренний канон в роще по березкам белый перезвон тянется деревня с праздничного сна благовестие ветра хмельная весна на резных окошках ленты и кусты я пойду к обедни плакать на цветы пойте в чаще птахи я вам подпою похороним вместе молодость мою 1914 сергей есенин языки 44 24 при спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их и наблюдать закона мои и постановление мои о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои наконец-то повеяла мне золотая свобода воздух полный осеннего солнца и ветра и меда шелестят вековые деревья пустынного сада извинят колокольчики мимо идущего стада и молочный туман проползает по низкой долине этот вечер однажды уже пламенел в палестине также небо синело и травы дымились сырые в час когда пробиралась с младенцем в египет мария смуглый детский румянец и ослик и кисть винограда колокольчики мимо идущего звякали стада и на солнце что гасло павлинь и убора отбросив любовался глаза прикрывая ладонью иосиф г иванов галатам 4 4 5 но когда пришла полнота времени бог послал сына своего единородного который родился от жены подчинился закону чтобы искупить подзаконных дабы нам получить усыновление под напев молитв пасхальных и под звон колоколов к нам летит весна из дальних из полуденных краев в зеленеющем уборе млеют темные леса небо блещет точно море море точно небеса сосны в бархате зеленом и душистая смола по чешуйчатым колоннам янтарями потекла и в саду у нас сегодня я заметил как тайком похристосовался ландыш с белокрылым мотыльком матфея 27 15 на праздник же пасхи правитель правитель имел обычай отпускать народу одного узника которого хотели 1 коринфянам 5 7 итак очистите старую закваску чтобы быть вам новым тестом так как вы бесквасны ибо пасха наша христос заклан за нас